значит и тоже спасибо большое за донат масон явной лажи продолжаем знакомиться с творчеством эдуарда артемьева нет я просто действительно люблю эти песни я тоже его чтобы обозначить вот песня был такой с ней я познакомился где-то восемьдесят втором году был такой прекрасный канал учебный который сейчас нтв образовательные образовательные какие клипы можно сделать когда я приходил со школы домой я все время включал и там шли потрясающе все что угодно просто если что если клип очень популярный просто я его буду смотреть за кадром и столько слушать музыку а если что-то такое типа там андеграундная тогда смотрим в кадре и все четко все что угодно 30 рубчинских за минуту кроме некоторых как бы ну если про музыку то вообще все что угодно если не про музыку иногда 60 за минуту потому что там контент требует большого количества обсуждения какие-то мультфильмы которые большего времени просто в прайм-тайм на обычных на первом и втором и был такой мультфильм я сапе уже научился просто дружить так что все четко к слову про авторские права кстати по идее за это прилетит чуть-чуть типа демонетизации азизу не жалко я помню кстати этот никнейм очень давно чё ты ты помолодел похудел шо ли не знаю наверное просто свет хорошо падает правильно по уму настроен камера хорошие все просто выгляжу дороже типа солиднее стал выглядеть из-за этого кажется что молодой на самом деле если моё понурое щачло вот так вот приблизить да не просто реально свет кстати очень хороший то есть слушай свет хороший и не нет обострения дерматитом и шляпа видимо тоже просто чудесно не серьезно кстати шляпа без шуток вот она настолько современно стильно молодежно я не знаю короче вот вот так и длинные волосы тоже типа все равно но вижу вот кстати вот так уже мне кажется я выгляжу такой как типа пожилой мудрец ну не то что пожилой но такой типа как будто я могу за собой повести 12 апостолов и втереть им какую-нибудь жесткую дичь чтобы меня потом на кресте распяли и так далее а со шляпой такой типа молодой современный парнишка очень гениальный композитор и был такой мультфильм девочка и дельфин то есть я еще в детстве когда его посмотрел тогда и он очень сильно вот меняет там осел изменил что-то да и до сих пор там находится советский композитор ну вроде когда вообще в школах надо показывать такие вот вещи геннадий сталин вы подождете немножечко пока мы исполним одну из песен которые по сути уже проанонсировали короче да насчет а п можно исхитриться так что ничего страшного тоже проблемы с кожей да да чем много разных ну самая основная конечно на физиономии периодически вот меня спрашивают типа а чё у тебя на носу типа вот такой вот красная хрень как будто этом поцарапался или еще что-то так мелкие следы но по сути нет ничего и на глазах типа выскакивает на ушах еще чуть-чуть может быть это у меня дерматит хронический дельфины говорят говорят и вправду говорят как блестят на солнце спины это к нам плывут дельфины по сейчас они очень тихо просто громкости вообще не завезли ничего не поделаешь не ну телевизи окей телевизионный контент да лучше даже в аудио типа не слушать да это единственное соряюсь действительно забыл упомянуть но все что с ютюба можно хотя кроме телевизионного контента блин ну я же не буду перебегать на стрим вк чисто ради одного видоса или типа из вк включить просто музыку какую-то вот клип вот типа да из вконтакте нежелательно потому что там очень часто если что-то есть контакте этого нет на ютюбе то этого нет потому что за это прилетит кто это не знаю за алёшенька блин ну чё компрессовать что ли этого ну где-то вот так вот и не помогло кстати уже закончилось все тем более ну тут к сожалению вообще так тихо что ничего толком и не поймешь ну не знаю лучше бы оригинал я послушал то есть тут в этой версии как-то что-то чего-то каких-то выдающихся невероятных гениальных музыкальных идей я тут не заметил и все спасибо большое за донат мое почтение ну